Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда в это время на телеканале Гродно Плюс, программа «Живите на здоровье» и я ее ведущая Екатерина Яцкевич. Мы обсуждаем актуальные вопросы здоровья с опытными и квалифицированными специалистами профессорского консультативного центра, профессорами и доцентами Гродненского государственного медицинского университета. Оставайтесь с нами, будьте грамотны в вопросах своего здоровья. Мы начинаем! Гастрит Гастрит, а также язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – это самые распространенные заболевания органов пищеварения. Что можно сделать для снижения количества обострений, для повышения результативности лечения, а также для профилактики опасных последствий и осложнений? Об этом мы сегодня поговорим с гостем в нашей студии, кандидатом медицинских наук, доцентом кафедры пропедевтики внутренних болезней, врачом-терапевтом профессорского консультативного центра Константином Николаевичем Соколовым. Здравствуйте, Константин Николаевич! Спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Скажите, пожалуйста, наши темы сегодня о чем расскажет ФГДС? Начала-то я просто с болезней гастрита. А что вообще такое ФГДС? Ну, фиброгастродиоденоскопический метод – это метод обследования слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Ну, если сказать простым языком, вы знаете, ад окулес, то есть глазом, да? Ну, конечно же, для этих целей используется волоконная оптика. Ну и более современные, если уже, скажем, поколение фиброгастродиоденоскопов, где и волоконная оптика не используется, это уже современная технология, когда вот сама камера помещается на вот кончик зонда. Это самый распространенный метод обследования, с помощью которого можно выявить патологию? Совершенно верно. Вы знаете, появление этих методов – это по существу революция в гастроэнтерологии. Можно так сказать. Была весьма, ну, я бы сказал, околонаучная медицина до появления эндоскопических методов исследований. Вот когда появились эти методы, действительно, произошел прорыв и в понимании заболеваний, и особенно в диагностике, соответственно, и в лечении. Вот, поэтому я предлагаю сегодня в нашей программе немножко осветить некоторые вопросы тех заболеваний, которые мы можем обнаружить с помощью и ФГДС, и, конечно, тех симптомов, которые могут беспокоить пациентов. И первое – это, конечно, гастриты. Они на слуху всегда. Что такое гастрит? Почему он актуален до сих пор? И какие виды гастритов наиболее сейчас актуальны, с которыми вы сталкиваетесь? Ну, видите, гастрит, я думаю, что многие наши слушатели, зрители, они уже прекрасно знают это – воспалительный процесс желудка, а именно слизистая желудка. И вот здесь две категории заболеваний можно выделить. Это острые гастриты, вот, достаточно распространенная ситуация. Особенно, знаете, сейчас тепло, в летнее время, можно сказать, это будет заболевание номер один. Вот, ну и хронические гастриты. Вот, говоря о хронических гастритах, здесь, я бы так, знаете, сказал, что даже у медработников существует много иллюзий и мифов по поводу этого заболевания. И вот, говоря о хроническом гастрите, знаете, я услышал эту фразу очень давно. Как-то один опытный доктор мне говорит, так, гастрит хронический, у кого его нет, он у всех встречается. Ну, это заболевание, это несправедливое высказывание, понимаете. Мы все-таки должны понимать, что хронический гастрит – это вот такое, знаете, не просто вот заболел желудок, что-то беспокоит, отрыжка там или жога появилась. Вот, это четко доказанный, скажем, воспалительный процесс с определенной степенью активности, причем не просто эндоскопически, просто посмотрели фиброгастроскопию и сказали, у вас гастрит нет, обязательно биопсия. Нет биопсии – нет диагноза. Вот это принципиально важно. Константин Николаевич, вернемся к острым состояниям сначала, да, поговорим о том, как может проявить себе гастрит, да, что может спровоцировать состояние острого гастрита, ну и, конечно, что делать в этих случаях. Ну вот я не зря сказал, что острый гастрит – это как раз лето, и часто встречается у людей, которые активно путешествуют по всему миру. Ну вот, что же является причиной? В большинстве своем причина острого гастрита – это так называемая пищевая токсикоинфекция. Это раз. Ну что это значит? Продукты питания, мы употребляем разнообразные продукты питания, и на них может что? Возникать флора, патогенные, это различные бактерии, грибки, при нарушении условий приготовления пищи, особенно условий хранения пищи, вот, количество микроорганизмов увеличится очень, а особенно, знаете, температурный фактор, геометрический рост микрофлоры. То есть вот одна ситуация – температура воздуха плюс 20, другая ситуация – всего лишь 22 градуса, а рост микрофлоры уже будет очень значимый. Я бы сказал, очень часто встречаемая ситуация. Знаете, вот еще старые гастронторологи говорили о том, что, наверное, нет на земном шаре ни одного человека, который бы не перенес хотя бы одного эпизода острого гастрита. Как же он проявляется? Проявление очень банальное, и я думаю, что телезрители вспомнят, что у них такие случаи вот были в жизни, и, к сожалению, неоднократно. Появилась тошнота, далее неприятные ощущения или боли в области эпигастре, подложечкой то, что мы говорим. Вот был эпизод рвоты однократной или многократной. Повышение температуры здесь наблюдается обычно, если это более значимая инфекция. Многие люди даже и не меряли, чувствовал недомогание, какая-то слабость, день-другой отлежался, попил водички, скажем, и не кушал день, и вот вся симптоматика прошла. То есть это вот в таком легком варианте. Более тяжело, конечно же, когда рвота многократна, и дальнейший пассаж пищи по желудочно-кишечному тракту, ну, скажем, недоброкачественной пищи, приведет к появлению и жидкого стула или даже диареи. Причиной острого гастрита может быть не только инфекционные агенты, продукты жизнедеятельности микроорганизмов, а причиной может быть и аллергенные продукты. То есть это уже какая-то индивидуальная непереносимость. Ну, например, человек поехал, скажем, в южную страну, и какая-то экзотическая пища может быть вызвать. Непривычная для его организма. Непривычная, совершенно верно. Может быть технология приготовления. Это может быть просто очень грубая пища, недостаточно термически обработанная пища. Это может быть просто сенсибилизация. Например, те же морепродукты, аллергизация, например, встречается достаточно часто. Вот креветки, моллюски, членистоногие. Даже раки, да, вот люди любят. Вот, скажем. И сопровождаться подобной симптоматикой. Что делать, Константин Николаевич? Самый главный вопрос. Потому что это же ведь может случиться не только здесь у нас, в Беларуси, как вы верно сказали, и в отъезде. И там, конечно, будет сложнее обратиться за медицинской помощью так же быстро, как и у нас. Что вот действительно нужно предпринять в первую очередь? Ну, вы знаете, я бы еще два-три слова сказал, если позволяет нам время, о том, чтобы мы немножко, человек все-таки должен думать, что он ест, в каких условиях. Понимаете, ну, простой вопрос. Пляж, жара. Неизвестный, скажем, представитель неизвестной фирмы, назовем так, компании, чебуреки, пирожки разносят по пляжу. Как они приготовлены? В каких условиях? Здесь не просто нарушение санитарных норм, но это уже, я бы сказал, даже преступная ситуация. Вот, пожалуйста, прямая дорога к острому гастриту. Это, кстати, лучший вариант острый гастрит. Потому что тут можно и сальмонеллез, и другие более серьезные заболевания. Более такой вопрос, простой. Ну, вот смотрите, салаты, да, шведский стол. Скажем, закладка произошла, там, скажем, в час дня, да, выставлена. Значит, обратите внимание, как они находятся. Доступны ли они, вот, грубо говоря, слюне, разговор. Да, вот, посмотрите, 10 человек положило салат из одного. Все, разговаривая над салатом, микроорганизмы, которые содержатся в ротовой полости, попадают туда. А дальше 2 часа в зале тепло, 24 градуса. Вполне достаточно для клиники острого гастрита. Я думаю, что даже в хороших, подчеркиваю, в хороших, так скажем, ну, вот, гостиницах, вот, различных, там, комплексах курортных, такие ситуации возможны. Понимаете? Я бы просто предостерег от таких продуктов. Предупрежден, значит, вооружен, конечно. Конечно, но, тем не менее, к сожалению, бывает, что уже случилась такая ситуация, да, вернусь к своему вопросу, что же делать? Ну, во-первых, любой путешествующий, вот, куда бы мы с вами ни отправлялись, должен быть, я его называю шутя, говорю студентам, так, набор джентльмена. Только, правда, мужчины немножко под этим понимают другое, вот, но для меня, медика, это немножко другой набор. Что необходимо с собой иметь? Первое, активированный уголь. Вот в каком количестве? Вот тут тоже, знаете, многие говорят, я выпил активированного угля, аж 2 таблетки. Ну, это даже не психотерапия. Минимальная доза с энтеросорбента, это не менее 20-30 грамм. Если представить таблетка полграмма, то это как минимум 60 таблеток, это раз. То есть надо взять с собой не менее 5-6 конвалют активированного угля. Или вот есть хороший препарат Белосорб, да, он в виде пакетиков у нас в Республике. Дальше, что с собой еще захватить? Регидрон, регидрин, вот. Что это такое? Это набор солей в пакетике, разводится на литр воды или на 2 литра воды, оральная так называемая, что регидратация. Ну и другой вопрос, с чего бы начинать надо? С чего начинать надо? Это просто-напросто удалить пищу из желудка. То есть промывание какое? Беззондовое промывание. То есть, ну давайте представим ситуацию. На пляже, скажем, после посещения ресторана, кафе у вас появилась тошнота, дискомфорт желудки. И не ходите к гадалке в этой ситуации. Выпиваем несколько стаканов воды. Вот, конечно, желательно, либо, скажем, не просто из-под крана, это тоже может представлять опасность в разных странах, понимаете. Вот, кипяченой воды или бутылированной воды. И вызываем искусственную рвоту. Эту манипуляцию надо повторить до тех пор, чтобы появились чистые воды. Это раз. Следующий шаг – принятие активированного угля в этой дозировке. Третий шаг – это достаточное питье. Минеральные воды только без газа, либо просто вода, либо, вот я уже сказал, используется. Вот в каждой стране, вот и у нас в республике, вот выпускаются такие вот пакетики. Вот, я помню финский, так скажем, регидрон, цитроглюксалан, например, в Украине производится. Ну, аналоги в каждой стране имеются. Ну, вот иметь с собой этот пакетик и не менее полтора-два литра жидкости в течение трех-четырех часов. Вот такая, скажем, минимальная тактика. Ну, и потом, наверное, в последующие дни какая-то щадящая очень диета, да? Безусловно. Этот день – самая лучшая диета, какая? Голод. Вот, только жидкость, восполнение жидкости. Вот, ну, что можно, как по самочувствию расширять? Несладкий чай крепкий, например. Это может быть, ну, если есть возможность, например, заварить ромашку, вот, в этой ситуации очень хорошо. Ну, семя льна, например. Ну, конечно, сложно представить, что, например, ты в Египте и нашел семя льна. После ваших советов, возможно, кто-то и возьмет с собой. Поэтому можно все обязательно употреблять и рассказывать. Константин Николаевич, я прерву нашу беседу, поскольку студенты Гродненского государственного медицинского университета, о которых вы уже упоминали, как о своих студентах, подготовили уже нам интересные факты о работе желудочно-кишечного тракта. Давайте прервемся, дорогие телезрители, и послушаем их в рубрике «Под другим углом». Железы и слизистые оболочки желудка вырабатывают желудочный сок, который не только полностью расщепляет белки и частично жиры, но и оказывает бактерицидное действие на поступающую пищу. Желудку для механической обработки пищи требуется от 20 минут до 6 часов в зависимости от поступаемого продукта. Дольше всего переваривается свинина, быстрее всего фрукты, овощные соки, бульон. Желудок намного умнее, чем мы можем думать, а все потому, что у него находится больше нервных клеток, чем у некоторых животных в головном мозге. Поэтому некоторые ученые в шутку называют его вторым мозгом. Вес, в отличие от распространенного заблуждения, ничего не имеет общего с размером желудка. Желудок действительно может растягиваться вследствие регулярного приема слишком больших порций еды, но на процесс набора веса желудок не влияет. Каждые 2 недели желудок регенерирует новую ткань, слизистую. Именно она защищает желудок от самопереваривания. Кислотность желудка здорового человека имеет показатель PH2, приблизительно такая же у лимонного сока. Желудочный сок может растворить даже монету, сделанную из обычного сплава, зуб или древесину. Натощак кислотность желудочного сока самая высокая, настолько высока, что он даже может растворить синтетическую пластмассу. Это программа «Живите на здоровье». Сегодня мы говорим о заболеваниях желудочно-кишечного тракта. У нас в гостях кандидат медицинских наук, доцент кафедры профипедевтики внутренних болезней, врач-терапевт профессорского консультативного центра Константин Николаевич Соколов. Константин Николаевич, мы подробно обсудили острые гастриты. Насколько часто острый может хронизироваться? Вы знаете, вопрос хороший, интересный, но я бы так сказал, может быть, немножко вас даже разочарую. Дело в том, что такой информации в принципе не существует. И вот это тоже один из мифов медицины, когда мы говорим, нелеченое острое переходит в хроническое. Видите, здесь вопрос причины связи такова. Если человеку суждено развитие хронического гастрита, то есть существуют генетические предпосылки определенные, если есть какие-то факторы, приводящие его образа жизни, то действительно у него процесс развивается. Но еще раз подчеркну, что абсолютно не значит, что человек, если перенес острый гастрит, у него формируется хроническое воспаление слизистой. Единственное, вы знаете, вот где это будет правильное высказывание, когда мы говорим, острый переходит в хронический. Если острый гастрит вызывается хеликобактером, микроорганизмом, то здесь уже действительно вероятность развития хронического гастрита достаточно высока. Тоже большой процент людей может быть носителями этого микроорганизма, а гастрита у них может быть и не быть. И с другой стороны, вы уже сказали, что диагноз хронического гастрита ставится на основании биопсии, поскольку мы сегодня говорим о том, о чем может рассказать фиброгастрододеноскопия. Есть еще один такой страшный диагноз, который звучит как ГЭРБ. Очень многие пациенты боятся, когда видят заключение эндоскописта, врача. Что такое гастроэзофагиальная рефлексная болезнь, которую тоже можно выявить по ФГДС? Это одно из самых таких распространенных заболеваний. И в основе этого заболевания лежит заброс кислого содержимого желудка в пищевод. Что же является причиной этой болезни? Конечно же, выделяют ученые большое количество факторов, которые предрасполагают к развитию заболевания. Но в основе, если так упрощенно очень сказать, в основе лежит недостаточность нижнего пищеводного сфинктера. То есть у нас, если представить пищевод, он имеет в конце такое вот как бы кольцо мышц, которые замыкают вход в желудок. Когда человек глотает, пищевой комок движется по пищеводу, этот сфинктер открывается, пища поступает в желудок, и он должен закрываться. Очень важно, чтобы не медики, обычные люди, как говорится, знали, какие же причины могут способствовать развитию вот этой болезни. Да, скажите, пожалуйста, и причины, и как это может проявляться? Проявления, вы знаете, неприятные. Проявления – это прежде всего чувство изжоги. Чувство изжоги за грудиной, отрыжка кислым. Но, вы знаете, удивительным может покажется для многих людей, может быть и просто кашель. Более того, вы знаете, гастроэзофагальная рефлюксная болезнь может быть причиной развития даже бронхиальной астмы. Понимаете, и человек даже может и не догадываться, что у него гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, а у него приступы удушья, одышки. Вот, и все это может быть, как бы, относиться. Да, наверное, аллергия, вот так, знаете, априори сказали. Да, и ходить к аллергологу, и к кардиологу, и к пульмонологу. Вы уже, по крайней мере, три смежных специальности назвали, да? Конечно. Это может быть причина осиплость голоса и проблемы с, опять-таки, с речью. Далее, это может быть проблемы с кариесом. Вот тоже вопрос. Человек обращается, постоянно лечит кариес, прогрессирует. Но никто не думает о том, что у него гастроэзофагальная рефлюксная болезнь. Я бы еще много, скажем, говорил по этому проблеме. Ну, вот, видимо, блок основных в этом. Ну, что еще очень важно? Постоянный и длительный рефлюкс может привести к очень серьезным изменениям в пищеводе. И вот есть такой термин, называется он «пищевод Боретта». А это очень, уже я бы сказал, страшно. Почему? Почему страшно? Ну, пугайте, пожалуйста, потому что мне кажется, что иногда лучше рассказать очень явно и страшно, может быть, даже для наших телезрителей, для того, чтобы они вовремя обратились. Поэтому расскажите все, как есть. Пищевод Боретта – это предраковое заболевание. То есть это метаплазия изменяется, слизистая в пищеводе. Вот, она становится не такая, как здесь должна. Там появляются совершенно другие клетки. Вот, и это прямой шаг к развитию рака пищевода. То есть вот нельзя сказать, что вот и жоги частые, да, и ничего страшного, я там содой лечусь и не обращаю внимания. Все-таки гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь требует все-таки лечения. И диагностики с отвоевременной, и обращению к специалистам. Константин Николаевич, ну хорошо, определили, что есть этот диагноз. Ясно, что любой пациент должен заниматься лечением совместно с доктором. Но есть ли какие-то рекомендации для людей, те именно, которые зависят только от них, в диете, в образе жизни и так далее? Вы знаете, есть рекомендации специфические для каждого пациента. И здесь, понимаете, мы не должны парфанацией заниматься. Вот, знаете, сейчас вообще какая-то тенденция такая. Люди читают интернет. С одной стороны, вроде бы хорошо информированы. Но с другой стороны, начинают себя лечить, диагностировать. И это такая тенденция как бы нехорошая. Но есть рекомендации, которые действительно носят общий универсальный характер. Ну вот по поводу гастроэзофагиальной рефлюксной болезни. Значит, первое, конечно, доказанный факт не вызывает сомнений, что курение провоцирует этот рефлюкс. Поэтому отказ от курения – это верный путь к выздоровлению. Это раз. Второй момент – это тугая, скажем, корсетная одежда. Вот особенно касается мужчин. Раньше это больше женщин касалось. Теперь я смотрю, это проблема мужская. Почему? Мужчина уже 40-50 лет, хочет выглядеть красиво. Он не хочет ходить в тренажерный зал. А он просто-напросто берет пояса, затягивает и увеличивает внутри органное давление. И провоцирует, усиливает вот этот рефлюкс. Поэтому если у вас изжога, если у вас есть симптомы, другие проявления гастроэзофагальной болезни, то в этой ситуации надо отказаться от ношения стесняющей одежды. Тут, наверное, просто вы сказали, очень актуальный вообще аспект и для женщин, и для мужчин. Потому что пояса, в общем-то, носят все, и учитывая еще тенденции моды, да, можно сказать, что это очень актуально. Да, я с вами согласен. Конечно, у женщин, тем более, реклама всевозможных там корсетов, это все из той же, как говорится, области. Следующий очень тоже важный аспект – не переедать. Вообще, я бы сказал, не только в связи с этой проблемой. Знаете, я вот в последнее время очень стал интересоваться проблемами долголетия. И уникальные данные, они уже давно были получены на животных, пока нет данных по людям, конечно же. Вот просто надо, скажем, ограничивать рацион питания. Не разнообразие ни в коем случае, а количественно. То есть вставать со стола не так, знаете, как порой у нас по славянам, такие славянские традиции, ох, от души наелся, встал, аж дышать нечем. Вот это тоже простой путь не только к заболеванию желудочно-кишечного тракта, но и ишемическая болезнь, и проблемы даже с нарушением и сна, и масса-масса других проблем. Ограничивать колораж пищи, объем пищи, объем, именно объем. Дальше, лучше пищу питаться все-таки дробно, часто. Это очень важно. Следующая рекомендация – табу на принятие пищи перед сном. Вот это очень серьезный вопрос. Если у вас уже имеется и жога, то есть проявления, хотя бы они редкие, последний прием пищи на ночь за 2, а лучше 3 часа. Вплоть до того, что на ночь даже воду нежелательно употреблять, потому что это все равно увеличит количество, скажем, объем содержимого желудка и усилит заброс в пищевод. Вот этот вопрос. Вы знаете, еще можно посоветовать даже более высокое изголовье, хотя тут возникают проблемы и с позвоночником определенные. Но тут надо уже подходить индивидуально, и речь идет не просто высокое изголовье, а поднять верхнюю половину. То есть вот такие функциональные, своеобразные, может быть, аналоги кровати создать дома. Вот что еще важно? Конечно же, напитки, которые обладают газообразующими свойствами, да? Это, например, тот же квас, прекрасный вкусный напиток, но он увеличит вероятность заброса. Даже те же минеральные воды, да? Надо газ выпускать. Другие газированные напитки, конечно, тут появляются запреты в этой области. Ну и еще, вы знаете, продукты, которые усиливают сокоотделение, тоже, в принципе, следует ограничивать. Но здесь, опять-таки, я бы тоже предрастерег от какой-то такого, знаете, чрезмерного, вот пища должна быть вообще никакая, да, абсолютно безвкусная, тогда же теряется и смысл жизни. Понимаете, пища всегда должна доставлять человеку приносить радость, удовольствие, он должен получать. А у нас к диетам относятся так. Ну-ну-ну, нельзя, запретительно, и вот человек мучается. Это абсолютно неправильный подход. То есть все хорошо просто в меру? Совершенно верно. И на самом деле ничего нельзя делать через силу, чтобы потом обратный эффект не вызвать. Даже полезные диеты, якобы полезные, они будут вредны и с позиции нервной той же системы. Мы получим, скажем, хороший стресс, а то и дистресс у человека, заставляя его, принуждая, вот он мучается, выполняет те или иные рекомендации. Хочу заметить, что в области диетологии последние 10 лет у нас взгляды пересмотрели, знаете, я бы сказал, радикальнейшим образом, радикальным образом. Хотелось бы еще поговорить о народных средствах, возможно, лечении травами. Вы специалист в этой области. Интересно, какие из них наиболее распространены и что не навредит? Спасибо, вопрос очень интересный. Вы знаете, говоря вообще о фитотерапии, не только заболевания желудочно-кишечного тракта, я вот стою на таких позициях, что мы должны использовать то растительное сырье в той области, где мы выросли, где генетические, знаете, наши предпосылки. Я не хочу говорить критически о каких-то китайских, тибетской медицине, но все-таки я бы зрителей предостерег от чрезмерного увлечения восточной медицины. Восточная медицина хороша для Востока. А у нас есть такие проверенные, знаете, даже не столетиями, можно сказать, тысячелетиями, наверное, не побоюсь этого слова, я думаю, что лен и ромашка, наверное, имеют очень длительную историю, и хорошо произрастает в нашей местности. Лен вообще символ нашей страны, я думаю, правда, и как лечебный, так скажем, агент, это великолепная вещь. Вот если говорить о использовании семени льна, то, конечно же, это ситуации, когда наблюдается повышение кислотной продукции, вот, лен оказывает отчетливо такой обволакивающий защитный механизм. Поэтому здесь не требуется консультации особых и врачей, и специалистов. Вреда это точно не принесет. Мы можем использовать вот семя льна для получения вот таких, ну, назовем, киселеподобных субстанций. А как правильно их принимать? Какое время суток лучше? Лучше принимать, конечно же, лен до еды, за 30 минут до еды. Вот это эффективно будет и при чувстве изжоги, например, при гастритах с повышением секреторной функции. Вот это может быть курсы терапии, ну, скажем, тоже, знаете, всегда хочу предостеречь, потому что иногда может быть тоже крайне, знаете, травы месяцами, годами. Это абсолютно тоже неверно. Курсы должны быть все-таки короткие. Это как минимум и максимум 3-4 недели. И обязательно перерывы. Обязательно перерывы месячные или, там, скажем, иногда больше перерывы. Ромашку мы можем тоже широко использовать при гастритах. Здесь уже, видите, кислотный фактор меньше играет значение. Здесь надо иметь в виду, что ромашка содержит компоненты противовоспалительные. Поэтому, в принципе, она с успехом может использоваться как при ситуации гастриты с повышением кислотообразующей функции, вот, и даже и с пониженной секреторной функцией. Хотя, объективности ради, вот, специалисты, если слушают меня, скажут, о чем вы говорите, мы сейчас кислотность не определяем. К сожалению, замечу, к сожалению. Пиашметрия у нас так тоже не развита. Ну, ромашку можно использовать в виде, вот, настоев. Настоев. Ну, более подробные инструкции можно посмотреть по производителю. Вот, хочу заметить, что у нас в городе есть, на мой взгляд, очень хороший производитель. Я не буду его называть, так, дабы не сказали, что я занимаюсь рекламой. Очень известное предприятие, республику известная, оно производит очень качественное растительное сырье. Вот, кстати, замечу, что иногда мы можем получить советы не обязательно врачей. Пациент, человек может обратиться и за советом к провизору, к фармацевту. Это очень квалифицированные, грамотные люди в области медицины. И порой достаточно их консультации по применению тех же лекарственных трав. Ну, я думаю, вот основные моменты. Ну, вот ситуацию, если мы возьмем мы с вами снижение секреторной функции. Вот, улучшение пищеварения требуется. Здесь можно использовать банальную мяту. То есть, она стимулирует больше, да? Она в большей степени стимулирует. Ну, а для нервной системы, а здесь уже седативные эффекты известны. Особенно хорошо вот такой чаек, знаете, на ночь. Вот, успокаивающее действие. Вот, да, приятно, это какой-то такой комфорт. Знаете, использование трав еще приносит, знаете, кроме благоприятного воздействия, здесь еще и эмоциональные составляющие. Они достаточно вкусные. Если их правильно приготовить, правда? Совершенно верно. Ну, надо строго следовать инструкции. Они обычно четко, ясно расписаны на упаковке. Константин Николаевич, как Вы относитесь к кофе? Вы знаете, у меня отношение к кофе, с одной стороны, и хорошее, но с другой стороны, есть определенные опасения. Вот если говорить о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, все-таки кофе – стимулятор продукции соляной кислоты. Если человек заметил, что после употребления кофе у него появляется и жога, дискомфорт, то, конечно, надо регламентированно уменьшить частоту, кратность приема. Особенно осторожность нужна пациентам, страдающей язвой, желудка, 12-перстный. Здесь все-таки ограничения есть. Ну, хотя, с другой стороны, понимаете, кофе доставляет удовольствие. Это прекрасный напиток. К сожалению или к счастью, да, поэтому я Вас и спросила, потому что, несмотря на то, что Вы рассказываете про такие полезные травы, которые тоже доставляют удовольствие, есть кофеманы, которые не могут отказаться и, наверное, чем-то, может, даже жертвуют, но положительный эффект залечивает, да, скажем так, рано. Но, опять же, я говорю не об острых состояниях. Константин Николаевич, спасибо. К сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Большое спасибо за приглашение. Спасибо, дорогие друзья. Я напоминаю, что у нас в гостях был кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней, врач-терапевт профессорского консультативного центра Константин Николаевич Соколов. Прекрасное и красивое в человеке немыслимо без представления гармонии организма и здоровья. Так сказал Чернышевский, а мы призываем Вас, дорогие друзья, вовремя обращаться к врачам. Звоните по телефону профессорского консультативного центра, который Вы видите на экране, и записывайтесь на прием. А также смотрите нас каждую неделю на телеканале Гродно+. Это была Екатерина Яцкевич и программа «Живите на здоровье». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова